МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель в студии працуе Маргарита Котова. В 20 часов в Беларуси завершились выборы депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Зараз на участках проходит опросовка документов. Приступаем к подсчету голосов. Участок номер 22 закрыт. Первым этапом мы подсчитываем голоса неиспользованных бюллетеней. Докладный час на это законом не вызнашены. Все залежит от колькости выборщиков на участку. В Гомельской области это лишь повагается от 900 до мальтрох тысяч человек. Як шакается на протягу ближайших годин, протоколы будут передадены у округовой комиссии. Откуда их накируют у областную комиссию? Мы будем сочить с заходом опросовки информации. В первом завтрашнем выпуске, который выйдет в эфир в 7 часов ранее на канале Беларусь 4, поведомим первые попередние выники выборов. По кольже можно сказать, что выборы на Гомельшине отбылся по всех округах. Сгодно с информацией областной выборской комиссии, по стане на 18 годину в регионе проголосовали больше 74% выборщиков. Это свыше 800 тысяч человек. За ходом выборской кампании на протягу тягу этого дня назирали наши корреспонденты. Восемь годин ранницы, участок для голосования номер 19, Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Первый сюда приходит старшиня областного совета депутата Косярина Зянкевич. Кажет, что не глядяши на выходный день, у ЯЕ шмат справ. А тому удел в выборах вырешила принять с самой ранницы. Як депутат, я надобро ведая, у яким напруженном рытме придется працовать парламентариям 7-го скликанья. Заходишь из этого и робить выбор. Это каждодневный труд без выходных, без отпуска, когда решаются судьбы наших людей, нашей страны. Естественно, на уровне палаты представителей принимаются ряд законодательств, которые сегодня улучшают жизнь нашего населения. Сгодно с даденами Центр выборкама, на Гомельшине удел у детерминовом голосовании приняли амаль 40% выборщиков. Это самый высокий показчик сярод региону Беларуси. Старшиня Гомельска Агарвы Конкама Петр Кириченко на участок для голосования приходит сегодня. Прозвища претендента, за которого отдал голос, не называет. Но запевнивает, что это действительно достойный человек. После чего он вспоминает свои самые первые выборы. Это было очень давно. Я не помню, как это было в деталях. Но помню, что мне тогда, что очень запомнилось, вручили книгу. Потому что я впервые голосовал. И всем тем, кто голосовал впервые, вручались какие-то маленькие сувениры. Мне досталась книга. Ну, вообще, я считаю, это, безусловно, очень важное политическое мероприятие. Ответственное мероприятие. Потому что мы избираем своих представителей высшей законодательной органы страны. Они будут представлять интересы гомельчан. И, конечно, как и все, я сегодня пришел, чтобы выбрать наиболее достойного. Старшиня Абеликан Кама Геннадь Соловей голосует на участку номер 17 с Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Предъявление членам комиссии пашпорта и отримания бюллетеня, у которого внесены 6 прозвища у кандидатов, у депутаты Палаты представников Национального Схода Украины. Просхвилину бюллетень опускается у урну для голосования. Я голосую за баланс стабильности и прогресса, за мудрость профессионалов, за их результаты, коллективы, предприятия. За последние 25 лет в нашей государстве стабильно развивается наша экономика, стабильно развивается государство. И как реальному сектору экономики отделяется внимание, так и социальному направлению. У Мирской области есть свои бренды, это бренд наведения праведки на земле. Уже 12 наших городов обустроено, и она на работе продолжается. Это уже традиция. Старшиня облывыканками веншует молодых людей, которые в первую очередь приняли удел в выборах, с оружием подарков, среди которых новое выдаение об Гомельской области. Про несколько минут Геннадь Соловей знакомится с научными работниками молодых ученых. Особливая увага проекту «Хутор Мебиуса». В прошлом месяце этот проект занял другое место на 5-м международном конкурсе «Интернет-плюс», который проходил в Китае. Успех тем более значен, что удел у конкурсе приняли 4,5 миллиона студентов со 124 краин цвету. Керовник проекта Алексей Зайцев рассказывает об тем, где и как может выкорыстоваться ГТР-спрацовка. Данное устройство облегчит жизнь фермеров и работников сельского хозяйства, так как установленные метеостанции смогут в любое время пересылать данные о параметрах почвы, о метеоактивности, и мы будем знать, какая сейчас погода на поле, либо на даче, и нужно ли поливать, либо собирать урожай. Также данная система поможет нам автоматизировать процессы. Это процессы полива, кондиционирования воздуха, если это касается вопроса теплицы. Ход выборов на всех участках подпильный увагой незиральников – международных и внутренних. Опошни представляют как политические партии, так и громадские организации. Пришим шмат, кто на участках, находится еще с початку детерминового голосования. Присутствовала каждый день на досрочном голосовании, поэтому наблюдала за процессом хода голосования. Хочу сказать, что на этом участке никаких замечаний я не могу выявить. Процесс голосования проходил в рамках законодательства Республики Беларусь. Хорошо был организован. Доброжелательная, компетентная комиссия, которая занималась организацией этих выборов. Олег Шанцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Старшиня областной выборчей комиссии Алексей Неверу принял в делу виде конференции, которая прошла в рамках работы Республиканского информационного центра. Такие включения проходили на протяжении сегодня основного голосования. Кировник Гомельской областной комиссии справоздачу тримау разом с представителями Центра выборкама и Гродзенской области. Размова об ходе голосования, организации выборчего процесса и умовах для работы назиральников. Особливая увага – створению безбарьерного сяродия. Как означается, не все пытания в этом плане выращены, а ли изроблена так само шмат. Вопрос о голосовании людей с ограниченной возможностью на наших участках решается, во-первых, наличием информации на каждом участке по количеству инвалидов, проживающих на данной территории. Следовательно, дает возможность всем участникам избирательного процесса, участникам комиссии в первую очередь, знать, сколько людей придет непосредственно в участок голосовать. Естественно, предложить им голосование на дому. Если такие заявления поступили, голосование будет проходить на дому. Если все-таки человек решил приехать и проголосовать, прийти и проголосовать на участок, сам лично, значит, мы обязаны, и это будет сделано, будет обеспечено безбарьерное посещение участка. Голосуют за кандидата, которые зацикавлены в развитии инфраструктуры для людей с обмежеванными махшимостями. Об этом рассказал журналистам Енаць Золотаров. Старшиня областного громадского объединения инвалиды-спинальники сегодня голосовал на выборшем участке, размещенном в 61-й Гомельской школе. На преступках обсталявали пандус. Людям с обмежеванными махшимостями должен быть удобно трапить на участок. Внутри есть и особая кабинка. Енаць Золотаров на инвалидной колясце, 400 годия. Кажет, что активно створать безбарьерное сяродие для маломобильных грамадзян важная державная задача. И новые парламентары должны память о это. Каждый человек, независимо от стану здоровья, полноправный член громадства со своими потребами и махшимостями. Всегда участвовал и участвую в голосовании на выборах различных уровней. Считаю, что на сегодня государство делает очень много для решения проблем людей с инвалидностью, их социализации и формированию инклюзивного общества. В 2016 году Республика Беларусь приняла конвенцию о правах инвалидов. И сейчас у нас ведется большая и кропотливая работа по ее внедрению в нашей стране. Выборщики, которые не смогли прийти на участки для голосования, имели право отдать свой голос по месту находжения. В первую очередь, это было взрослое для пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Ганна Клюшинская ранее приходила на выборы самостоянно. Ветеран працы с большим 40-годовым стажем, и она за все дымела активную грамадзянскую позицию и выказывала ее при выборе депутатов разных узровняв. Але уже другий раз запор, да гэтуль на выборах у Мясовой, советы его зараз на парламентских, здоровье перешкажает добраться до своего участка для голосования. Тому Гамильчанка скористалася правом зарабить гэта дома. За проблем с мауленьем, які з'явилися пасля инсульту, до помахши бабули пришел унук Валерой. Сам Йон проголосовал на пярыда дни до терминова. Сама, на к сожалению, уже в силу возраста не может пройтись на далекие расстояния. И вот уже который раз, на второй, по-моему, или третий к ней уже вы приезжаете. За что вам спасибо большое. Бабушка у нас молодец, бабушка у нас всегда нам помогает. И я сам постоянно у них бываю. Жихары-весок и агрогородко улик у самых дисциплинованных выборщиков. Явка у сельской мясовости стабильно высокая. Агрогородок Хальч Ветковского района не выключение. У до терминовых выборах депутатов Палаты проставников национального сходу приняли удел больше за полову зарегистрованных выборщиков. Как проходило голосование у основной день, ведает Максим Савин. Об тем, что выборы у Хальчих это свято, сразумело ясно на подыходе на порозе Мясцового Дома культуры, где разместился участок для голосования, песнями Жихаровсу, старкая народный ансамбль Веткаучанка. Хальчанцы у выборах примают активный удел у списи выборщиков, крыху большим 900 прозвища. До терминовых отдали свой голос 464. Это больше за полову. 11 человек голосуют на дому. До экспирационной урны отправляются члены выборчей комиссии. Явка достаточно высокая и, вы знаете, немножко, наверное, больше, чем на прошлых выборах. Прошлые выборы местные советы немножечко меньше было. А так люди активно идут голосовать, долг свой гражданский отдать. Особливая увага сегодня тем, кто у першиню пришел на участок у якости выборщика. После голосования молодые люди отримливают сувениры от БРСМ. Гамельчанин Илля Ягора у выборчая права отримаяня худка. Хлопчик научается у другим классе. Людмила Корникова вырошила взять унука с собой на выборчий участок у адукационных метах. Ребенок ходит во второй класс и он еще не знаком с такой процедурой, как голосование и вообще, что это такое и почему это происходит. Ну, поэтому я ему объяснила все, для чего и почему. Нина Шараева пришла на выборчий участок с твердым разумением, за кого отдать свой голос. Жихар Кахальча веде, яким повинен быть будучи депутат Палаты представников. Справедливым, честным, добросовестным. У семейной пары Любови и Паула Проняных погляды на особу будучего депутата не сошлися. На одной часы шаляв багатый життёвый профессийный опыт, на другой молодость и перспективность. У кабинцы кожаный зарабил свой выбор. Мы с мужем голосовали, наверное, по-разному, спорили об этом даже по дороге. Мой выбор именно на опытном всё-таки человеке, чтобы это был человек в возрасте, какой-то прожил свой личный опыт. А муж у меня поддерживает более молодых, начинающих, потому что он сказал, за этим будущее. Поэтому вот у нас разный выбор. В Гомельской области контроль за ходом выборов вяли 7 589 национальных назиральников, которые представляли политические партии и громадские организации. А про шатаго в регионе сегодня працавали эмиссия от Содружности Незалежных Держав и АБСЕ. Наши корреспонденты потекавилися их уражениями. На участку, який размещенный в областном громадско-культурном центре, назиральники працавали с первых хвилин до терминового голосования. Под контролем увесь процесс, от выдачи бюллетенев до непосредного голосования. Основные моменты, чтобы не было завершения явки, чтобы конкретно сколько людей пришло, и мы их учитываем, а потом сопоставляем эти все данные с цифрами комиссии. Пока все сходится. С восьми годин ранницы основного дня голосования на участках находятся и международные назиральники от Содружности Незалежных Держав. 13 человек от России, Узбекистана и Казахстана. Нехто працует в Гомеле, нехто выезжает в районы. Уличивается все. Увага звертается навод на организацию ганды и культурно-забавляльные программы. Хоть основная зразумела выборчий процесс. Соблюдается закон о выборах и как наблюдатели мы отмечаем, что присутствуют наблюдатели от общественных организаций, от объединений, от трудовых коллективов. И мне кажется, что все нормы выбора компании были соблюдены. И мы отмечаем, что не только организованы выборы такие, когда люди берут бюллетень, но здесь и юридическая консультация могла, если потребуется, организованная и психологическая. Четко работали буфеты организованы, концертная программа. То есть чувствуется, что это праздник. И я бы искренне хотел поблагодарить организаторов действительно за четкую слаженную работу и прозрачность проведения выборов. А про чана зеральникова выборчая кампания на Гомельщине контролируется еще и Центральной Комиссии Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов. На протягу сего дня в регионе находится ее представник, которые так же на ведовой участке. Тут оценка делается с профессийной кропки кропки глядь жаням порушения не выявлено. Достаточно хорошая организация, участковые избирательные комиссии в полном составе. На каждом из участков идет торговля, на каждом из участков присутствует, дежурит медперсонал, и я могу сказать, что на каждом из участков есть наблюдатели. Максимально 23 человека зарегистрировалось на одном из участков. И мне приятно было видеть, что они пристально наблюдают за ходом голосовании. И в том числе я рад был встретиться с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания Гомель. И на этом поколюсе. Про попередние выники выборов вы доведетесь с выпуску новин на телеканале Беларусь Шатыры Гомель у 7 годин ранецы. Дякую за увагу и до встречи в эфире.